Привет всем любителям хоккея! Вы на канале Алик Спортивный. В третий игровой день на чемпионате мира зафиксировано много крупных результатов. К примеру, Финляндия разгромила Великобританию за счетом 8-0. После второго периода в игре было все уже ясно. 20-летний Капанин оформил хитрик. Гранул сделал 4 результативные передачи. Интересны факты о матче. Финны совершили 47 бросков, а британцы в три раза меньшее. Словакия нанесла поражение Казахстану 6-2. Уже после первого периода Словакии ввели в счете в три шайбы. Выделим Мартина Поспешила, у которого два гола, а у Гудачика три очка. Сборная Словакии совершила 42 броска по воротам соперника. Реализация составила 14%. Дания предсказуемо проиграла Канаде 1-5. Конор Бедарт отметился во второй игре к ряду. На его счету три очка в матче, две шайбы и передача. Команды схлопотали по 12 минут штрафа в этой игре. Латвия обыграла в овертайме Францию 3-2. У каждой сборной было в матче удаление 5 плюс 10. В этом грубом матче у сборных двоих 64 минуты штрафа. У французов 35, у Латвии 29. Победная шайба на исходе четвертой минуты овертайма на счету Даугавинша. Давайте проведем параллели с прошлым туром. Латыши выиграли второй раз в дополнительное время. В прошлом туре побеждена сборная Польши. Победная шайба на счету того же Даугавинша. Австрия и Швейцария забросили 11 шайб. 5-6. Швейцарцы 5 шайб из 6 своих забросили в большинстве. Вот это реализация. Хишер из Нью-Джерси отпраздновал 3 взятия ворот. Вместе с коллегой Йоси они заработали по 4 очка по системе гол плюс пас. Тихо, незаметная Швейцария выиграла 2 стартовых тура и возглавила таблицу группы А. Швеция наказала Польшу 5-1. Это самый малопосещаемый поединок дня. На трибунах в Астраве собралось 8425 зрителя. Эрик Карлсон из Питцбурга стал самым полезным игроком. Он заработал 3 очка, 2 шайбы и 1 пас. 13 мая будет понедельник. Увидим 4 поединка. США-Словакия и Норвегия-Финляндия проведут встречи в 17.20 по московскому времени. Германия, Швеция и Швейцария. Чехия начнут в 21.20. Таблица группы А. Канада и Швейцария имеют 100% результат по 6 очков. У Чехии 5, у Финляндии 4. В одну четвертую финала выйдут 4 лучшие сборные. Даня набрала 3 очка. Австрия, Норвегия, Великобритания после двух туров без очков. В группе Б все сборные набрали очки. Швеция занимает первое место 6 очков. Латвия имеет 4. У США и Словакии, Германии и Казахстана по 3. У Франции, Польши 1 очко. Смотрим список лучших игроков турнира. Бедарт, Даугавинш, Йоси имеют по 5 очков. Амбюль, Гранлуд отдали по 4 паса. Бедарт с 4 шайбами лучший снайпер. Ну а больше интересных новостей и прогнозов на Спорт Телеграм канале. Бэтон Мобайл, амбассадором которого я являюсь. Ссылочка внизу. Услышимся на канале Алекс Спортивный.